Сегодня мы разберем 341 главу манги Черного Клевера, где всплыла просто лютая информация о Яме. Ичика наконец-то раскрыла причину своей ненависти к старшему брату. Но я не думал, что все будет настолько ужасно. Возможно, Капитан Черных Быков все это время врал нам, и поэтому он просто так не говорит нам о своем прошлом, которое, скорее всего, способно перечеркнуть все его добрые поступки. Здарова, ребятки и анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 341 глава манги Черного Клевера. Переводил я ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Пройтись вы ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. Глава начинается ожидаемо. Тренировать Асту прибыло три новых учителя, которые состоят в семи драконах. Знакомьтесь, в японской маске демона Хагацудзи Кайкадзе, буддист Дайзимон Оока, девушка Камари Имари, которая, по словам фанатов, больше похожа на Асту, чем он сам. И все они пришли сюда, дабы тренировать нашего парнишку, и даже уже провели тренировочные бои, продемонстрировав сокрушительную силу техники Зетен в собственном уникальном исполнении. И в каждом из паррингов Аста одержал безоговорочное поражение, в который раз наглядно показав нам, насколько главный герой еще не опытен в исполнении и противостоянии новой техники, против опыта настоящих экспертов мастерства Ки. Так что ему еще расти и расти. К тому же Аста подметил, что противники не использовали против него Йороку, так называемую магию в этой стране. То есть, по сути, он сражался без своего главного преимущества, а именно уничтожения маны. И раз уж атаки были преимущественно физические, как те, когда Люциус размотал его в рукопашную, Аста потерпел полное крушение. И когда он окончательно выдохся, трое из семи драконов начали с ним знакомиться поближе. Кто-то упоминал о растущем потенциале этого мальчика, кто-то был просто счастлив увидеть чужеземца, о котором уже все уши прожужжали, а кто-то, как и Мари, была просто в восторге от внешнего вида иностранца. Особенно ее заинтересовал цвет волос главного героя. И то, был ли он таким же у всех иностранцев за океаном? Ведь собственные волосы она окрасила, да и макияж с одеяниями использует не совсем свойственные этой стране. По крайней мере, это мы можем узнать со слов Хагацудзи Кайкадзе, которому явно не нравилось, как выглядит эта шиноби, защитница, за которой, как и за всеми семью драконами, наблюдает народ. И ему не хотелось, чтобы она как-то исказила нравы жителей этой страны. Ну а Камари считала, что людям страны восходящего солнца не хватает энергичности, а своими действиями она как раз хочет преподнести что-то новое. Но почему-то слова поддержки со стороны буддиста ей показались отвратительными. Собственно, эти разногласия непосредственно указывают на неспокойную обстановку в этой стране. И видно, противоречия, процветающие ранее, еще не утихли даже после того, как Рюдо стал Сёгуном. Хотя за его правление страна достигла большого умиротворения. За время их дискуссии Микурия успел подлатать немного паренька. И раз уж у семи драконов постоянно много дел, Руя извинился и попросил провести еще несколько спаррингов, до того, как им следует будет вернуться на свои посты. Но ребятам вовсе было не влом провести еще несколько поединков. Напротив, они даже были рады этому. Особенно, если это была личная просьба самого Сёгуна. Даже Астер вновь воодушевился, видя, насколько любезны были столь занятые люди. Однако, прежде чем мы продолжим, уделим небольшую минутку спонсору ролика. Анизон. Проект для просмотра ваших любимых аниме. Сайт оснащен интуитивно понятным интерфейсом. А благодаря фильтру вы сможете быстро отсортировать аниме по жанрам и ознакомиться с каким-то новым тайтлом. Присутствует также и система рейтингов, которая покажет вам лояльность аудитории к выбранному аниме. Ну а во вкладке расписания вы сможете быстро и удобно узнать дату выхода желаемого ангоинга. Смотреть тайтлы вы сможете выйти в качестве, при том, что с той озвучкой, которая вам больше всего нравится. А еще пользователям доступны собственные списки для сохранения тайтла в определенные вкладки. Анизон. Смотри аниме просто и бесплатно. Исход тренировочных поединков оказался ожидаемый. Асту в который раз полностью сокрушили. Говоря, что его оппоненты как будто манипулировали им. Настолько огромен был их опыт. При том, что никто из этих наставников не использовал свою Йороку, а то бешуману. И юзая лишь технику Ки-Зе-Тен, мастера не оставили пареньку ни шанса. Однако, пройдя сражение с каждым из четырех мастеров из семи драконов, Астерик все же выяснил некоторые уловки этой техники. Как он говорит, в зависимости от человека, существуют различные способы использования Зе-Тен. И если представить силу этой техники номиналом в 10 единиц, которой человек хочет нанести урон, то некоторые бьют силой 5-2 раза, а некоторые 5 раз по 2. То есть, есть множество вариаций применения Зе-Тена. Но несмотря на это, в итоге выходная мощь увеличится в 2 раза. И Асту поражает, насколько невероятно сильна эта техника в бою. Но пока ему еще нужно много практиковаться, чтобы найти и открыть нужные точки для восповождения этой техники. Плюс еще нужно научиться идеальной концентрации в экстремальных условиях, что пока ему никак не удается. Кстати, пока Астер валялся на земле, приходя в себя после боли и восхищения, он заметил одну странную вещь. Небо в этой стране почему-то постоянно облачное, хотя страна-то связана с Солнцем. А им тут даже как-то и не пахнет. К этому моменту к нашему пареньку пришла сестра Ями. От неожиданного появления которой, Аста даже не знал, как к ней обратиться. Ичика Дано, Сан или Чан. Ведь она выглядела очень молода. Но в итоге, через презрение к пацану за то, что он посчитал ее своего возраста, она разрешила звать ее просто Ичика. Несмотря на то, что ей на данный момент уже было 24 года. Собственно, пришла сестра Ями к нему, чтобы сообщить о том, что теперь, по приказу Руисама, она будет за ним присматривать. Ибо Рюда был сегуном, хоть по нему и не скажешь. И он достаточно занятый человек, правящий в этой стране в достаточно нестабильное время. Но благодаря его правому глазу, Тенгетсу, что означает ясновидение, ему удается видеть каждое явление, происходящее в настоящем. Что дает ему возможность предотвратить нежелательные ситуации. А значит, управлять страной значительно эффективнее. Астер же с ее рассказа почти ничего не понял, что очень даже сильно разозлило Ичику. Ведь чужеземец никак не мог понять, насколько великий и уважаем Рюда. Ее прям понесло в ходе попытки все же доказать, как сильно она восхищается ей. Говоря, что даже несмотря на то, что у Руи нет маны, как у них это принято назвать, Ероку, несмотря на это, Рюда смог своим ясновидением и мудростью объединить народ страны солнца в очень трудные времена. Вот насколько он был невероятен. И этот человек попросил ее присмотреть и тренировать Асту, даже несмотря на то, что он ей совсем не по душе. Ичика полностью ему доверяет. И это не потому, что он Сёгун, а потому, что Руя спас ее жизнь. Вот почему она так старается. Услышав это, Аста был еще более восхищен Ичикой и Рюда. Они оба просто замечательные люди. Друг детства Ями и его младшая сестра. У них была развитая Ки, а еще оно было похожим на Ки Капитана Черных Быков. Отчего парнишка тоже начал рассказывать, насколько ему дорог Кэп. Он также многим ему обязан. Он первый, кто поверил в его мечту и тот, кто помог вступить в отряд. Тем самым, открыв путь к тому, чтобы он смог достичь титула Короля Мага. Да и в целом, весь отряд его любит и ценит. Вот только Ичика перебила его, сказав больше ничего не говорить об этом человеке. Что достаточно сильно вогнало в ступор главного героя, ведь он не понимал, как сестре может быть неинтересно узнать о своем брате. Ведь по рассказам, он очутился в королевстве Клевер после того, как его лодка потерпела крушение во время шторма. Аста пытался донести ей, насколько Ями было тяжело. Однако Ичику это ничуть не впечатлило, говоря, что он попросту все это выдумал и что этот человек просто худший подонок из всех известных. Это прям еще большая задача Лопаренька. Да, капитан немного странный и бывает иногда груб, но он был замечательным человеком. Но Ичика с еще большим отращением сказала, что этот мужчина убил всю их семью. После чего, переводя наше внимание на угрюмый взгляд Ичики, нам открывается небольшой отрывок из прошлого, где сестренка Ями уже с совершенно другим взглядом, полным восхищением, направлялась к своему брату. Что ж, думаю, никто из вас, как и я, в принципе, не ожидали, что наш Кэп способен на истребление собственной семьи. Еще пока неизвестно, как произошло истребление семейства Ями, но теперь мы точно знаем, что Сюкихира все же знал свою сестру. А значит, он мог все это время нам врать и не договаривать о том, что произошло на самом деле. Да и вообще, у него не было особого желания ознакомить нас со своим прошлым, особенно если у него есть сестра. Так неужели он не скучал по ней? Есть вариант, что после крушения Ями потерял память. Но тогда вопрос, почему он помнит, как он сюда попал и при каких обстоятельствах? Все это действительно очень странно. Ведь даже вспомним момент, когда он получил грюмар тьмы, его лицо тогда было невероятно угрюмо и печально, будто он знал, что принесла ему эта тьма. Также в этой 313 главе были еще слова Морриса о магии Ями, говоря, что он избранный, чтобы сеять смерть и отчаяние своей силой. Он тьма, которая поглотит этот мир. Вот уже и небольшая пасхалочка от Табаты Сенсея. Пока что все еще с трудом верится, что 13-летний ребенок, к тому же еще и без гримуара или магического свитка, смог вырезать всю свою семью. Если это правда, тогда Ями у нас новый Итачи, который хочет, чтобы Ичика смогла стать сильнее. Но только для чего? Также вспоминаем мой ролик, в котором я проводил связь магией тьмы Ями с дьяволом Люцифугуса, а у романы которых очень похожа. Так а что если, то темное сердце дьявола, которое появилось после участия Кэпа в ритуале Древа Клепот, так мы думали, на самом деле было у него с самого рождения, намекая нам, что Люцифугус, истребитель семей, уничтожил также и семью Ями. Тогда судьба двух друзей, Нахта и Кэпа, превратится с грустной в невероятно душераздирающую. Как третий вариант, предположу, что Ями действительно мог что-то сделать, незначительное, или вообще ничего. А после очередного похода на рыбалку, дабы прокормить семью, он потерпел крушение и попал в клевер, как это уже известно нам. И именно из-за этого, из-за того, что он внезапно пропал, так как его семья была не очень богата, что видно по их одежде в лоскутках, и по району простеньких рыбацких домиков, где они проживали. Так как мы не знаем, пока какая была его семья, сколько там человек, может это вообще был клан. Но после внезапного исчезновения Ями, семья просто не смогла себя полноценно обеспечить. Плюс вдобавок, нестабильная обстановка в стране могла тоже оказать негативное влияние. И в совокупности всех этих обстоятельств, семья Ями погибла, а Рюда, наверное, смог приютить Итику, так как она была сестра его лучшего друга. Ну а сама же младшая сестра Кэпа не знала, что он исчез не по своей воле, думая, что он оставил их на произвол судьбы и увидела, как без него родители ушли в иной мир. Это предположение самое приземленное и логичное. Но все-таки меня не покидает тот факт, что Ями ни слова не опрокинул ни о семье, ни о сестре. При том, что мы видели, что он знает и был с ней. И почему у него тогда была такая кислая мина, когда он увидел гримуар тьмы? Дьявольское сердце или просто темное? Сходство в ауре маны с Люсифугусом, слова Морриса о том, что магия тьмы несет лишь горе, все это накатывает подозрение, что прошлое Ями может быть совсем не таким приземленным. Фух, никто, наверное, не ожидал услышать такой информации о нашем дорогом капитане черных быков, но он действительно как-то причастен к смерти своей семьи, будто случайно или же все-таки намеренно. Однако это мы узнаем в следующей главе, которую я прям уже жуть как хочу прочитать. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось и несколько комментариев попадут в следующие роли. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомление. Всем спасибо за ваш просмотр и всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!